Компания N-Tech Lab объявила о запуске пилотных проектов установки системы распознавания лиц в 10 городах России. Камеры планируют располагать на остановках, домофонах и общественных площадках. Алгоритм работы данной системы довольно прост, как сообщают специалисты. С лицами происходит все следующим образом. Мы сделаем некоторую математическую модель, чаще всего это нейронная сеть, которая является функцией с параметрами, в которой очень много параметров. И мы подаем ей на вход входные данные и результат. И модель внутри нейронной сети, например, она подстраивает свои параметры, чтобы всегда давать ответ, что вот это именно этот человек, она обучается. Систему вводят для того, чтобы определять людей, нарушающих карантин, а также для лиц, разыскиваемых полицией. Кроме того, компания рассчитывает, что благодаря системе видеонаблюдения можно будет прогнозировать загруженность дорог и оптимизировать потоки транспорта. Мы отслеживаем человека, который хотим найти быстрее, чем мы искали бы его стандартными способами. То есть вместо пысковой группы теперь можно посмотреть по камерам, где ее в последний раз видели. Ну и вообще такие системы, конечно, в теории хороши еще в плане контактных. То есть, например, если мы ищем контактного человека, который находится рядом с тем, кто заболел коронавирусом, то мы можем также его распознать и найти, предупредить, что он в потенциальной группе риска находится. Несмотря на очевидную пользу от данной системы, здесь также есть и обратная сторона медали. Так в одном из городов Китая ввели так называемую цифровую диктатуру. Не только система распознавания, а также система анализа данных, то есть что человек там делает, какие покупки он совершает. В итоге граждан делит на несколько, ну, каста – это неправильное слово, но вроде того, например, человек, допустим, нарушает скорость, эта информация попадает в эту систему, у него рейтинг понижается. Он расстраивается, например, идет в больницу, покупает какое-нибудь средство для успокоительного, и как бы эти данные снова влияют на него плохо. Некоторые считают, что просто такие системы, они формируют у человека заранее мнение, то человек, вот он попадает, как в зависимости от шаблона, который на деле, что вот он такой, больше он неисправим. Вот это может усилиться. Кристина Надершина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.